ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА Это то, что в нем наибольшей степени поражено грехом. И прежде всего, потому что человек очень трудно живет духовной, а не плотской жизнью. Вот у апостола Павла в послании к Галатам есть такие слова. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Это мы каждый по себе знаем. И дальше вот эти слова, они очень важны. Так что вы не то делайте, что хотели бы. Более подробно это раскрыто в знаменитой седьмой главе послания к римлянам апостола Павла, которую всем нам надо прочитать. Я маленький кусочек из него прочитаю. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противораборствующий закону умам его и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от тела смерти сего. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Вот это поражение воли человека, оно лечится только послушанием Богу. И это послушание явлено нам, прежде всего, самим вычеловечившимся Иисусом Христом. Павел говорит, послушлив был даже до смерти, смерти же крестной. Послушание Иисуса Христа — это великая тайна, великая святыня. Об этой святыне рассуждать надо в благоговейном молчании и молитве. Но мы знаем, что Господь во время молитвы в Гесиманском саду говорил, «Отче, все возможно тебе. Принеси чашу сего мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Отец от Сына ждал добровольного принятия этой чаши. И каждый человек, который подражает Иисусу Христу в жизни, а мы все христиане подражаем Ему, мы должны быть похожи на Него, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Мы помним эти слова апостола Павла из послания к филиппийцам. Так вот, мы исправляем свою волю послушанием Закону Божьему. У нас есть заповеди. Нам хочется, надо поступить совсем по-другому. Но если мы читаем Священное Писание, если мы молимся, если мы имеем опыт чтения тех, кто лучше нас исполнил заповеди Божьи, мы их именуем святыми отцами, кто более опытен в этом, и потому мы можем их считать своими учителями, если мы стараемся, то воля наша постепенно-постепенно начинает все с большей легкостью следовать воле Божьей. Но вот, если отвечать конкретно на вопрос, то можно ответить так. Когда мы чувствуем, даже не чувствуем, а иногда знаем, что наша воля направлена на грех, ее надо привести в послушание Христу. Когда мы чувствуем, что воля наша направлена на спасение, тогда надо сжать кулаки, собрать всю силу воли, которая у нас есть, исследовать тому закону и той правде Божьей, которая нам открыта. Интересно, что у преподобного Иоанна Лествичника в его слове о послушании в знаменитой книге Лествица есть такие слова. Он говорит, что истинное послушание есть недоверие себе даже в том, что ты считаешь добром. И отсюда монашеское послушание, которое для нас недоступно и не предписано, но радикально быстро излечивает греховную волю человека. Когда человек пришел к святому подвижнику и говорит, исцели мою волю, тогда ему говорится, тогда ты откажись от твоего мнения, что ты считаешь добром, а что ты считаешь злом. Вот для себя, от своего мнения, от своих привычек, тогда тебя легче будет вылечить. Потому что беда наша не только в том, что воля наша не может следовать воле Божьей, а в том, что мы ее не чувствуем, мы ее не видим, мы ее не знаем. Очень часто бывают такие ситуации, когда мы не знаем, какую заповедь применить, какие слова из Священного Писания. Вот чтобы понимать, где воля Божия, надо в этом направлении идти, бороться и работать. И тогда, когда будет сложно решить, нам, конечно, Господь поможет, и мы увидим правильный путь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!